Так, Каша ответил Джесса ВГН по поводу его монетки, скама и лицемерия. Это надо полностью видео смотреть, судя по всему. Изначально Хесусу я на стриме отвечал на тему подкаста Шпаны, криптомонеты Хесуса, где Хесус ответил на домыслы Каши по поводу монеты. Но после слов Шпаны, где они задались вопросом, почему Хесуса воспринимают серьезно, Хесус уже в свою очередь начал сливать переписку, где его звали на шоу, слил суть шоу гостей и начал предавлять за лицемерие Каши, где он против людей, которые рекламируют скам. Чего, п***, слил переписку? Я лишь просто сказал, что мне Каша писал и периодически пишет и зовет на шоу всякие разные. Хотя периодически на своих стримах или где-то на шоу пиздецную сторону, да. То есть я, например, считаю это лицемерием. Если я на кого-то пизжу или считаю кого-то плохим, да, и нехорошим, я его точно не буду звать на свой стрим и делать с ним шоу какое-то, да. То есть, ну, можно позвать, например, предъявить ему что-то. Привет, разбань, п***. Но, соответственно, сначала пиздец в мою сторону, причем именно что пиздец. Нести какую-то херню, а потом при этом приглашать меня к себе на стрим, это выглядит очень странно. Ну, я не знаю, чат, ну, серьезно, разве нет? Алло. Хец показал чье-то, там же ничего не видно, какое сливал. Да, б***, они сейчас пытаются притянуть любую хуйню, чтобы меня в чем-то обвинить. Да, слил переписку, а что в ней такого-то, б***? То, что там меня к каше позвал, он меня предупредил о том, что это секрет какой-то, и не нужно, например, на публику об этом заявлять. Нет. Значит, это не секрет. Долб***ь, б***. Вы меня предупреждали, что это какое-то секретное шоу? Откуда мне знать? Я-то думал, что они уже это сделали, они уже постримили. Они сейчас пытаются притянуть любую хуйню, чтобы хоть в чем-то меня обвинить и выставить плохим, потому что я же выставил кашу плохим, потому что по факту так оно и есть. В данном случае это лицемерие. Вот. Касаемо переписки, да, если опять же брать нашу переписку, Каша не предупредил меня о том, что это секретное шоу, что нельзя предупреждать, нельзя говорить об этом, точнее, на стриме и так далее. Если бы он сказал этого не делать, я бы тогда этого не сделал, я бы ничего не сказал. Вот. Но предупреждения не было. Я думал, что это шоу они уже давно делают. Или уже сделали, потому что я просто проигнорировал сообщение и не пришел к ним на передачу ебаную. Соответственно, я думал, они уже без меня все это сделали. Откуда мне знать, секретно оно или нет? Я же не долбал, чтобы на шпану подписываться, да, и следить за экстримами. Естественно? Естественно. Поэтому давайте не будем мне сейчас притягивать какую-то херню, что я такой плохой, якобы что-то слил. Что я слил-то, блядь? Алло. Сказал, что мне Каша пишет? Вот это слив. Зовет на какое-то шоу определенное. Сказал название. Так Каша мне об этом написал. Он сам это все мне написал. Он не сказал после этого, Хесус, только молчи, не надо об этом говорить, аудитория. Нет. В чем тогда проблема? Если меня просят не говорить, я не говорю. Все. Каша тебе писал что-то потом. Ничего мне не писал. Так. Слил суть шоу гостей. Ваша проблема. Вы не предупреждали, что нельзя сливать. Или говорить об этом на публику. И начал предупреждать за лицемерие Каши, где он против людей, которые рекламируют скам, но стримит с ними. Каши, в свою очередь, стримил с Феромиром, который стримит Казик. Артемом Графом, с которым был конфликт. Иваном Золо, который рекламирует скам в ТГ и считает его полоумным. И т.д. То есть можно сделать вывод, что лицемерия как такового не было. Ну как не было? Подожди. Я все-таки считаю, что если ты конфликтуешь с какими-то людьми, пиздишь на них там, например, да, потом, впоследствии, зовешь их на какое-то шоу, где ты делаешь вид, что у вас все хорошо, это странно, блядь. Вовчик, исключение. Слушайте, у нас с братишкиным сколько было конфликтов, так мы их решали. У нас не было такого... Да иди нахуй отсюда. У нас не было такого, что мы не решили какой-то конфликт, а потом делаем вид, что все хорошо, да, давайте потом дружить, играть в игрушки там, или на шоу какое-то приходить. Нет. Мы сначала решаем вопрос, делаем какие-то выводы, потом уже начинаем дальше там стримить или не стримить. А тут в данной ситуации они берут, вкидывают в мою сторону какую-то хуйню, там каш, например, да, буквально хуйню, а потом он делает вид, что все хорошо, давай ты к Хесу придешь ко мне на стрим. Просто на какую-то передачу. Что за бред вообще? Сначала накидываешь говна в мою сторону, а потом делаешь вид, что все нормально, давай стримить вместе. Какую-то там свою херню. Что это за бред, блядь? Идем дальше. То есть, можно сделать вывод, что лицемерия как такового не было. Каша неоднократно говорил, что он с любым может стримить, даже если тот рекламирует наебалово. Зависит, какой стрим. Теперь про лицемерие Алексея Губанова. Он аргументирует свои стримы по казику тем, что другие стримят, и мне тогда можно. Че, блядь? Где я так аргументировал? Я всегда говорил, что стримить казино это полное уебанство, но я это делаю сейчас потому, что у меня нет другой нормальной рекламы уже как два с половиной года. Все, это вот чем я говорю. И я говорю, что да, я хуесос. Я этого даже не отрицаю. Где я говорил, что стримлю казино, потому что другим можно. Че за бред? Я открыт и прямо говорю, как есть. Ну я хуесос, блядь, что я это делаю. Но сейчас такое время неприятное. И большая часть рекламы проходит мимо меня. Потому что, ну вы знаете почему. Че уж тут говорить-то. В чем, блядь, проблема? Непонятно. Вот. Что другие стримят, и мне тогда можно, но когда тема доходит до политики, ебать, они тут еще и политику притянули в казино, где ему предъявляют все страны когда-либо воевали, это неизбежно. Хер всегда отвечал по типу вести военные конфликты плохо, пусть и другие ведут, но мы должны быть лучше. Где я говорю, что пусть и другие ведут? Что за бред, блядь? Я что-то вообще не понял. Блядь. Тут мы не рассуждаем, плохо вести военные конфликты или неплохо. Важно само лицемерие и подмена понятий. Я не совсем понимаю, где тут лицемерие и подмена понятий. Все страны когда-либо воевали, это неизбежно. Хер всегда отвечал по типу вести военные конфликты плохо, пусть и другие ведут, но мы должны быть лучше. Где я говорил, что пусть и другие ведут? То есть они как бы сейчас, наверное, намекают, а в США, но я всегда говорил, что США хуесос, и что устраивали там какие-то войны свои вот эти вот, да, неправильные, несправедливые. Я же не признавал и не говорил, что ой, блядь, США это другое. Нет, я буквально говорю, что США, блядь, что там одна хуйня. В чем вообще проблема? Где лицемерие? Как раз таки именно в этом случае это лицемерия нет. А лицемерие как раз таки идет со стороны этих хуесосов, которые свое говно начинают оправдывать говном других, да, прикрываясь тем, что а вот США! Так вы же как раз таки подменяете вот эти вот понятия. Вы подменой понятий занимаетесь-то все эти два с половиной года. Алло, блядь, дурачки нахуй! Что вы мне тут пытаетесь-то опять придавить и притянуть? Дебилы, блядь! Вы как раз таки лицемерием занимаетесь. Вы обвиняете США, например, в том, что они делали какие-то там определенные плохие вещи, но при этом почему-то, блядь, всецело топите за то говно, что вы делаете сами сейчас. Вы же там кричите, блядь, Россия, я Россия на концертах и так далее, поддерживая всю ту хуйню, что сейчас происходит. При этом почему-то осуждая США. Так начали тогда и США поддерживать в ее войнах. Я не поддерживаю. Обе стороны. А вы поддерживаете свою сторону, долбоевы, блядь, лицемерные. И шо мы в итоге, блядь, какие выводы делаем из этого поста? А босс расшиб, блядь. Шо здесь лицемерие со стороны каши? Когда он обсирает меня, например, да? А потом зачем-то зовет на свой стрим, где я должен делать вид, что ничего не произошло и мы не в конфликте, стримить его поганое шоу? И он будет тоже делать вид, что все хорошо. И это типа не лицемерие почему-то считается его стороны. Что здесь тоже? Они мне пытались сейчас предвидеть за политику, хотя не было такого. Я всегда говорил и про США, и про Россию, и про другие страны. Как есть. Реально, как есть. Че за хуйня вообще? Ну и самое сладкое, где шпана ему предъявила за скам рекламу ТГК некого Одиссея, который, по словам шпаны, продавал криптопрогнозы. Он не продавал криптопрогнозы. Одиссея, у него своя, блядь, монета уже давно. Как она там называется? Я уже забыл. Ахес в очередь отрицал, с ухмылкой произнес. Они вообще не понимают, что и как работает пиздец, блядь, какие прогнозы. Хотя оказалось, что Одиссея не только на ее прогноз сдает, а еще продает скам курсы за 700 долларов. Пруф и видео. Так, давайте видео. Гримас? Да, у него же своя монета, Гримас. Какие прогнозы, блядь, если там о монете речь идет? Короче, рассказывай. Давай, давай, Каша, расскажи. Ты же у нас во всем разбираешься, особенно в монетах. А с Баштыркиным, раз у тебя не то же самое, что, не понял. Блядь, это надо видео с Ютуба смотреть, а не с ТГ. По поводу курсов, что там за курсы, я не ебу. А по поводу прогнозов, ну это пиздеж. У него своя монета, и он там свою монету просто рекламировал. Все. Лицемерие с его стороны или его нет? У кого братишкин? Я ебу что ли? Ты про что именно говоришь сейчас? Поконкретнее можно? Там Хесуса. Давайте в ускоренном темпе. Давайте чекнем. В ускоренном темпе. По-быстрому. Что там за предъява от Хесуса? Давай, чекнем. Что это за видео, где сидит шпана? Блядь, заебал. Это вы заебали, блядь, алё, нахуй. Сами пукают в мою сторону, вот, блядь, заебал. А можно было и вообще про меня ничего не говорить? Как тебе такой вариант, Каша? Знаешь, что можно просто не пиздеть и всё? И от веточка не будет прилетать. Сначала сами начинают там у себя в своих каких-то подкастах хуйню нести, а потом такой, блядь, заебал. Это вы заебали. Хесус, отстаньте от меня. А, там про вебку? Ну, может быть, про вебку, я хуй знаю. Про Хесуса слышали, с монеткой кто знает? Ну, опять, монетка, да? Монеточка, да-да, та самая, которая певица. Хесус начал встречаться с монеткой. Капец, с этой криптой. Слышали про эту криптой? Украл у меня шутку, кто не знает, он заранее смотрит клипы и выбирает, какие клипы ему смотреть и какие нет. Вот какие-то клипы ему неудобно. Ну да, кстати, каша фактит. Он у меня под столиком живет и знает все, что я делаю. Вот. Как я там, готовлюсь, блядь, смотрю, заранее, или еще что-то и так далее, тому подобное. Потому что каша у меня живет под столиком. Он прямо сейчас тут сидит, у меня под столом, блядь. Вот. Он определенно все знает, как и что у меня происходит. Не человек, это типа... Это очень забавно, типа, знаете, обвинять во всем подряд без доказательств. У меня, например, был вопрос с Надеждином, я его несколько тысяч раз, блядь, задавал, раз семь точно. Я не верю, что он не видел этот клип, поучитывая обратную связь его, потому что он сразу же чекает, что у него скинули, как он скинул, что там сказал блогер с двухстал онлайна про него. А он... А что не так? Каждый месяц рекламе скам. Нет, просто я вопрос с Надеждином не понимаю. Каждый месяц, ребят, рекламирую скам. Давайте чекнем его рекламки, я не знаю, как у него ник пишется. Хе-сус. Давай чекнем. Я не знаю, я не смотрел заранее, что там. Ох, да конечно. Описание. Не готовился. Окей. Окей, и что? А? Шо, обосрался, блядь? Окей, ладно. Возможно, у него нет скама. Блядь. Окей. Возможно, у него сегодня нет скама. Вот это 100% скам, наебаловый какой-то. Ну да, это Дрейк. Блядь. Это 100% наебаловый скам. Тут согласен. Поймал дешевку, блядь. За руку. Блядь. Ну проебался немного, не проебался. Ну может, я туда поставлю в этот унитаз засуну? Заслужил. У него куча рекламы скама была до этого. Ну, куча рекламы скама до этого. Так перечисли, блядь, ало, нахуй. Если ты так уверен, давай, по очереди, давай. Шо? Шо я там рекламировал? Давай. Окей. Одиссей, да, скам? Не взяли почему? Вот рекламку. Сегодня у него нет плохой рекламы. А можно примеры этого скама, пожалуйста, да? Курти, что такое, короче, что там было? Короче, расскажем. Давай. Давай, Каша, расскажи. У нас во всем разбираешься, особенно в монетах, в криптовалюте. Расскажись, давай. Я сказал то, что я расскажу, как я понял. Я в этом не уверен. Рассказываю вот с других слов. Если ты не уверен, нахуй ты тогда вообще это говоришь, блядь. Как это работает? Спасибо, Банан, за рейд. Ну, я не уверен, но вкину хуйню, да? То есть я вот, например, тоже в чем-то не уверен. Так если я не уверен, я просто молчу, блядь, и не накидываю говна на вентилятор. Если ты не уверен, зачем ты пиздишь? Для чего это делать-то? Понятное дело, что это делаешь просто для того, чтобы накидать в мою сторону что-то. Мнение-то у людей, у аудитории все равно будет складываться, скажем так, ну, какое? Негативное. Неважно, уверен ты или нет. О, как я плюс-минус это понимаю. Я не сказал то, что это стопроцентные факты. Я это понял. Вот, как я это понял. С моей стороны, с моей точки зрения. Да, ты не сказал, что ты не уверен, сказал, как я это понял. И все, и дальше начинаешь разгонять хуйню. Причем я не уверен, и это нет. Нет, и ты мог сказать, так, я не уверен на все 100%, возможно, я ошибаюсь, и потом уже. Нет, ты сказал, как я это понял? Все. Люди на это внимания не обращают, они больше будут обращать внимание на то, что ты дальше будешь разгонять хуйню какую-то. Понимаешь, как это работает? Чисто психологически. Абсолютно нестинный, что я обычно говорю. Знаешь, когда ты закупаешь... Как ты это понял? ...криптовалюту, вот, и потом ее начинаешь фортить, она вырастает. И молчит. А он сначала... Сам при этом мне предъявляет, что я там на какие-то вопросы не ответил. Потому что типа покупал. ...поещал своим каким-то... Из телеграм премиум своего, вот, из... Монетки дать. Да-да-да. Типа первым им рассказать. Но на самом деле он рассказал своим корешам, которые закупились, а потом продали. Вот что это за хуйня? Каким корешам? Кто закупился и продал? Где? Когда? Чего? Ну мне Лагода про это рассказывал. Опять же, как... Лагода рассказывал! А-а-а-а! Блядь! Да если Лагода рассказывал, то тогда-то точно 100%. Подожди. Ха-ха! Блядь! Стоп нахуй! Я сейчас не понял. А когда это он тебе рассказал? Потому что, если я не ошибаюсь, Каша с Лагодой пересекался на дне рождения братишкина. А день рождения-то было относительно недавно. И день рождения, вот это их пересечение Каши и Лагоды, могу ошибаться, конечно, Оно было уже после того, как я Лагоде все объяснил. И Лагода меня понял. Нахуя тогда Лагода продолжает разгонять какую-то хуйню уже при личной встрече с кем-то? Чё за хуйня? Лагода, ты там ёбнулся, тебе делать совсем нечего или шо? Мне Лагода рассказал. И что, блядь? Шо тебе Лагода рассказал? Как я понял с его слов? В чём я не уверен? В чём я сказал это заранее? А про то, что ты надежный рекламе, ты не говорил, что ты не уверен? Сказал, что как-то это понял, а не не уверен. Что тут, подожди, Надеждин скан? Надеждин скан? В чём я не уверен? В чём я сказал это заранее? А про то, что ты надежный рекламил нахуй просто так? И он себе деньги въебал себе на дом. В этом я уверен нахуй. Какие деньги он себе на дом въебал? И ты про это не отвечаешь. Отвечаешь только на удобные тебе вопросы. Ты такой хуйню несёшь какую-то, блядь? При чём тут Надеждин? Какой дом? Куда он ещё въебал? Ты деньги не получал? В чём проблема? Не понимаю. Так чё, а что я должен ответить? Не понимаю. Как это хуйня, блядь? Вот предъявить лишь бы для того, чтобы предъявить. Типа не за что больше зацепиться, что ли? При чём тут, блядь, Надеждин? Про дом ты отвечал? Подождём, про ту хуйню, что ли? Когда начали разгонять, что якобы Надеждин купил себе или ещё там ипотеку выплатил за деньги тех, кто ему донатил? Так проблема в том, что там, когда вот эта избирательная кампания начинается, да, и есть какой-то кандидат в президенты, он собирает деньги на определённый специальный счёт. На определённый специальный счёт, куда эти деньги приходят, которые Надеждин не может никак использовать в других каких-то моментах, кроме как на свою избирательную кампанию. И эта ипотека, если я не ошибаюсь, она была закрыта ещё давно. Ещё до выборов. За год до того, как всё это началось. Мы же тогда эту всю хуйню разбирали. О каком доме вообще речь идёт? Причём тут я и Надеждин. Типа, да, я вот тогда старался продвигать. И я уже объяснял, по каким причинам я это делал. Я это делал не за деньги, я это делал искренне. Потому что, ну, хотелось тогда на тот момент верить в то, что, возможно, это что-то даст. Хотя бы тряску какую-то создаст внутри этой всей хуйни. И это случилось, это произошло, это получилось. Ну и всё. В чём проблема? Или это опять каша рофлит? Я просто не, ну, как бы не верю в то, что он может так сильно тупить, блядь, этот каша. Что с монетой, блядь, оказывается, ему лагода там наплёл, лапши на уши навешал. Я так понимаю, каша, ты впитываешь информацию просто от каких-то людей, которые тебя окружают, да? Про монеты тебе лагода рассказал, про Надежды на тебя, кто тоже лагода рассказал. Кто тебе рассказал эту хуйню? Может, ты всё-таки начнёшь как-то, я не знаю, разбираться там, интересоваться, источники чекать, проверять. А не просто, блядь, о, мне чё-то рассказали, а я и поверил, и сразу начал у себя где-то там в подкасте разгонять и пиздеть хуйню. Шо не так с Надеждином-то, я реально сейчас не понял. Поподробнее мне распишите тогда. Он говорит о пресейле, когда до пресейла там какие-то челы залетели за две минуты до начала. Челы, как... Ну да, ну да. Которые мы вернули все деньги? Ну да, чё да. Он, типа, смешно пошутил, он, типа, просто какую-то вкидывает. Алло, он рофлит, слушайся в интонацию. У Хесуса реально проблему он не понимает. Причём, знаете, у Каши проблему он не понимает. Смотрите, он сидит, у него прям здесь, он сидит, у него с ушей, тут не видно, лапша свисает. То есть, ему всякие лагоды и другие люди вешают лапшу на уши, про меня. Он сидит лапшой на ушах, он буквально прям на стриме сидит и на полном серьёзе говорит, бля, ну, мне так сказали. Ну, у него, в общем, у всех либералов и коммунистов не какая-то проблема с пониманием юмора. То есть, он не... Так это ж не юмор в итоге оказался. Причём тут юмор вообще в данной ситуации? Где здесь юмор? Ты ж сейчас не говоришь о том, что ты рофлил. Ты буквально говоришь, что вот я так понял, поэтому я так в этом подкасте и разгонял хуйню. Ты же не говоришь, что это была шутка. Типа, алё, бля. У нас всё нормально с пониманием юмора. Сначала вкидывайте хуйню, а потом, когда понимаете, что обосрались, начинаете это всё оправдывать шутками и рофлами. Это стандартная схема. Я понимаю, как это работает. Сказать хуйни, а потом, ой, да ладно, да это рофл был. Осознаёт, когда прикол, когда не прикол, когда его тролли, когда его не тролли. Это хорошо. Мы всё не понимаем. Прослеживается у Стаса как просто и у Хесуса прям идеально. Да. Мы вообще не понимаем. Какие рофлы? Он буквально цитирует то, что разносят в некоторых местах и утверждают, что якобы там какие-то наши кореша. Кореша, которым мы все эти деньги вернули, 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 все деньги были возвращены. Ух, эти либерахи. А кто, кстати, кашев, мне интересно? Ни коммунист, ни либераха. Где? Ну, слава богу, кореша твои, ну, получили деньги назад. Слава богу, ты корешей своих не наебал. То есть, слава богу, им вернул деньги. А может, ты вернешь ещё деньги от либерал, которые донатили Надеждину, чтобы он стал президентом новым. Что-то, кстати, не получилось, блядь. Про какие деньги ты говоришь-то ещё раз? Я тебе объяснил, как эта хуйня работает. Те деньги, что донатили Надеждину, эти деньги шли на специальный счёт, который контролируется, блядь. Нельзя оттуда деньги просто взять и вывести и потратить на дом. Это так не работает. Всё. Чё ты на хуйню какую-то разгоняешь? Эта тема вообще старая, эта новость старая, её уже разобрали. Типа, ну это было враньё к самим того, что там у Надеждина произошло. Хоть бы мог подумать. Я думаю, вот реально, репостну этот стрим к себе в ВК на страницу и сразу же всё. Новая власть у нас будет. Ну я так думал, вот почему-то так не получилось. Ахаха у Путина люстры по 50 лямов во дворцах, а эти зетники у Надеждина дом маленький за городом у У. И, кстати, каша-то лбоёб. Ты бы видел, что он на Ютубе в кепке Z про украинцев говорит. Похуй на этого дурачка. В этом и проблема, да, то есть они говорят, вот там у либералов проблема с пониманием юмора. Чел, у тебя проблема с пониманием, блядь, с принятием реальности. У тебя с пониманием реальности проблемы. Ты так, блядь, пиздишь на Надеждина, что он якобы там что-то своровал и дом купил, хотя это всё враньё. При этом ты почему-то не пиздишь про Путина своего любимого, да, и других, кто у власти сидит, кто ворует просто миллиардами, блядь. Но ты это игнорируешь, ты это вообще в принципе поддерживаешь, да, для тебя это окей. Всё, что сейчас эта же власть делает в другой стране, тоже окей, блядь, тоже нормально. Это, кстати, не лицемерие, это не лицемерие, понимаете, да, вот это не лицемерие со стороны каши. Вот, а у меня там лицемерие какое-то они нашли. Может ты вернёшь подписчикам, зрителям, блядь, из-за рекламы казиков каких-то? Бля, я бы твоим подписчикам и зрителям бы мозги вернул, серьёзно. Очень бы хотелось, чтобы они пришли на мой стрим, а я бы им мозги на место поставил. Странных. Ну, за каждую страну, ладно, ты ж не перешам. Я здесь врофл, там, что надо такую хуйню есть. Он буквально цитирует, долгку, которую разгоняют. Не, вы прям сейчас можете мне скинуть, что там с Надеждином-то? Просто других-то не закрывает, кто там свои, но Надеждин сейчас в глазах нынешней власти явно не свой. Он многого наговорил. Из-за такой херню его уж давно притянули. И закрыли бы нахер то, о чём ты говоришь. Если бы всё настолько было чуриным. Это разгон? Даже если так, я сказал нахуй, я не уверен, мне так кажется, мне так сказали другие люди. Это информация. Ты где это сказал-то? В подкасте не было этого. Ты сказал, что ты просто так это понял. И всё. Вот единственное, что прозвучало с твоей стороны. Это сейчас ты уже говоришь? В этом видосе. Да, но когда уже поздно, когда ты в подкасте уже хуйню разогнал. Я получил... Ну значит, мне кажется, я так понял, мне так сказали. Так можно тогда чё угодно накидывать на любого стримера, на любого человека, обвинять его в чём угодно, а потом типа, блядь, ну вы знаете, ну я так просто понял. Ты неправильно понял. Если ты неправильно понимаешь, зачем ты начинаешь чё-то разгонять? Из первоисточника, а из других уст. В чём проблема? Я это и сказал. И так же айтипеди вроде не говорил этого в подкасте. Не уверен, не уверен, не уверен, блядь, опять же. А вот в том, что ты наёбываешь, блядь, в этом я уверен. Он не уверен, зачем? Вот опять же. Он в свою крипту. А в чём проблема, если я об этом сказал? Проблема в том, что людям, которые смотрят твой подкаст, твоя аудитория, например, им похуй в чём-то там не уверен. Они это воспринимают за чистую монету, понимаешь? То есть они это слышат и думают, что да, всё, сто процентов наебалово. А то, что ты там где-то между слов сказал, что не уверен, они это не слышат. Вот и всё. В том же интервью на том же подкасте через пять секунд сказал, что я не уверен, я так понял, блядь, вроде-вроде, возможно. Там, чтобы они заработали на тем, кому обещал, подписчикам. Это я был не уверен, не уверен. Где же критическое мышление твоё, Каша, реально, кстати? Наши критические мысли, а не уверенно что-то там бухтеть у себя в подкасте. Ты понимаешь, это то же самое, что я скажу, вот, например, сейчас, блин, ребят, как я понял, я не уверен, но, как я понял, Каша детей насилует. Всё, то есть, и начнётся разгон, понимаешь? Люди будут, блядь, потом говорить и разгонять, что ты вот этой хуйнёй занимаешься. А то, что я перед этим сказал, что я не уверен, люди это не услышат. Они, блядь, даже во внимание это не воспримут. Никак. Потому что они потом услышат вот такое обвинение, и всё. И у них сразу, типа, блядь, реально? Да ну нахер. И всё, они в это будут верить. И, бать, это чё, правда? Не, это не правда, это просто я привёл как пример. Вот. Ты как будто бы не знаешь, как аудитория работает. Как аудитория воспринимает? Особенно, если это аудитория маленьких детей. Да им насрать. Главное вот просто разогнать, обвинить Хесса в чём-то. Тем более, учитывая, что происходит последние два года, два с половиной, да, достаточно даже сказать того, что ты сказал. Неважно там, уверен ты или нет, люди всё равно им этого достать, чтобы зацепиться и начать хуй сосить. Всё. Почему так много людей вложилось в его криптуру, что он так много, как-то так-то? Возвращается для многих нормисом. Многие его воспринимают гораздо серьёзнее, особенно то, что он продаёт. Гораздо серьёзнее, чем нас. Что зря? Хер. И слава богу, блядь, и очень на это надеюсь. Да. Ну не вас же, алё. Хессуса воспринимаете, конечно. Ну не вас же всерьёз воспринимать. Сидят клоуны тут, несут какую-то, накидывают говно на вентилятор. Бля, клянусь, вот я сколько не смотрю на стримеров, я не понимаю, откуда у многих, блядь, это ебанутое ЧСВ, то, что мы там лидеры мнения, нахуй, мы пиздец крутые, не такие, как все, меня смотрят. Бля, мы детские аниматоры, в основном, особенно на Твича. Взрослый нормальный. Я клоунами назвал здесь, я оскорбил, блядь, потому что вы говна на вентилятор накидываете, вы же сам первый начали меня, блядь, называть с камерой, и так далее. Про надежды на какую-то хуйню несёте. Как вас ещё называют? Что мне надо было ответить? Ну и шо, так проблема-то в том, что аудитория-то всё равно тебя слушает. Твоя аудитория тебя слушает, твоя аудитория тебя воспринимает всерьёз. То, что ты говоришь, они это впитывают, начинают думать так же. Если ты будешь кого-то, какого-то другого стримера в чём-то обвинять, начнёшь на него быковать, угадай, что твоя аудитория начнёт делать. Она в ответ начнёт на него тоже тогда, соответственно, агрессировать. Хейт-рейды там делать и так далее. Вспомни, тебя, кстати, твич банили по этой причине. Когда ты в мою сторону там быковал ещё. Забыл, что ли? Ну и всё. В общем, что самое забавное... Мало ли, как ты думаешь. Вопрос в том, как эта аудитория воспринимает. Каша уже не первый раз всё пытается меня позвать к себе на стрим на какие-то там их шоу. О, даже вот буквально сейчас. Где тут? Он не так давно, неделю назад меня звал. Да. Вот. Каша, официал, аккаунт. Ну, спасибо, что ТГ мой спалил. Спасибо, что спалил от счёта сообщения. Респект. Ой, так видно твой телеграмм. Просто пиздец. Прям спалил жёстко. Но я это и не отрицаю, то, что я тебя звал в данном шоу. Он пишет. Сейчас. Размытая картинка, блядь. Ребят, спалил. Нет, у нас шоу бомбезное планируется 9-го числа. Дис на жюри. Там будет мазелом. Ну да, оно перенеслось. Бла-бла-бла, жарахов и так далее. Не хочешь прийти, как жюри? Нажалось, да. Ну, понятно. Я про это говорю. Тут они уже притягивают, что я что-то спалил, блядь. Секретные данные выдал. Хотя он мне сам написал без предупреждения о том, что об этом нельзя рассказывать. А тут, оказывается, это секрет. Что? Предупреждать надо. Да, типа... Ты мне сейчас, наверное, это скажешь, да? Пиписки сливаешь. Ну, а нахуй, пиписки. Не накидывает. В мою сторону. Как это связано? Как это связано, блядь? Что? Что за бред? Окей, да. Я сказал то, что ты наёбщик, и я звал тебя на стрим. Ахуеть. Я так же и про жарахова ты просчитал только что. В чём не сатаковка? Я ж тебя не позвал там, не знаю, в доту по-дружески играть или на свадьбе. А подожди, а на шоу ты меня не по-дружески что ли зовёшь? Получается, что если бы я пришёл на твоё шоу, ты бы меня там хуесосил или что? Типа не дружеское шоу какое-то? Какая разница? Дота это или какое-то шоу? Я ж туда приду, и я бы туда пришёл, мы бы там с тобой не стали спорить, обсуждать всё это, да? Нет, мы бы просто сидели и делали вид, как будто бы у нас нет конфликта, как будто бы всё нормально, у тебя нет каких-то ко мне предъяв, а у меня к тебе, да? И мы бы просто делали шоу. Хуй знает. Как по мне, так как децимерная херня. Кусени позвал. В чём проблема? На стрим позвать. Если что, я стримлю не только со своими лучшими друзьями, которым я охуенно отношусь. Просто говорю, что несмотря на это, зачем-то, зачем-то они меня зовут к себе на стримы. Просто, ну, я не знаю, у тебя своё, видимо, понимание об этом. У меня понимание такое, что если вы там сей шпаной плохо ко мне относитесь, я такой сякой, кривой, плохой у вас в глазах, то и не надо меня на стримы к себе звать. Потому что это выглядит реально странно. Вы в подкасте сидите, меня хуесосите, почему зря, да? Причём, по словам каких-то других людей, которые вам, опять же, да, лапши на уши навешали. А потом ты пишешь мне, ой, хесос, здорово, братан, давай к нам на стрим приходи. У нас тут шоу планируется. Чё, блядь? Нахуй меня тогда в подкасте говном поливаете? То есть, видно же, что у вас какая-то ненависть в мою сторону, предвзятость там и так далее. Раз я такой ху**, по их мнению, раз я тут скамлю кого-то, по их мнению, без доказательств, конечно же, вы меня зовёте к себе на стрим. Без доказательств, ну ладно, ладно, не стримил казино, окей. Да, блядь, при чём тут вообще казино? Вот чё ты выворачиваешь-то? Сейчас про монету речь идёт. Чё ты казино вспомнил? За казино я вообще никогда ничего не отрицал. Да, стримил казино, хуесос я, всё. И это даже, это меня не оправдывает никак. Просто вот всё, есть такая хуйня. Ну окей, ну мне так показалось, возможно. Окей, ладно, не прав, не стримил казино. Блин, чел, ты прекрасно понимаешь, что речь про монету идёт. Мы сейчас твой подкаст обсуждаем, ваш подкаст. Чё ты сюда казино притянул? Речь про монету и обвинение в том, что это скам. Ля, сука. Ля, выворачивает, как всё перекручивает. Казино зачем-то сюда запихал. Что, блядь? Ладно, ты прав. Ладно, ты криптоинвесторов не рекламировал. Окей, 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 окей. Ну, Одиссея рекламировал, да. Ну, на тот момент, когда я рекламировал его ТГ, там речь шла о его монете, гримас, всё. Ничего там больше в его ТГ не было. Он там общался по поводу монеты своей. Ну, ладно, хорошо. Я на т*** не отвечаю, мне пишут, я даже не читаю эти сообщения. К адекватному Нормису? Он готов рекламить любой скан, казино, букмекер, ки... Да, а когда это делал другие стримеры, им можно, да, каши с ними. Нет, нет, блядь, ты чё ебанулся? Когда я такое говорил? Охуенная подмена понятий. Ты, блядь, понятий подменяешь. Я тебе за монету, ты мне про казино зачем-то предъявляешь, блядь. Специально сейчас нарушают эту логическую цепочку. Охуеть, когда я такое говорил, то, что, бля, вот, Хесус, плохой человек, что он стримит казино, а вот мылстрой, прям идеально стримит казино, вот мылстрой красавчик, что стримит казино. Вот, когда я такое говорил, вы чё, рофлите, блядь? Я всех кошмарил, даже близких мне друзей, за то, что они сделали что-то не так. Ну, молодец, слушай, дружит, общается, обнимается, целуется, чуть ли не яйц им лижет, вот, когда приходит к ним, например, на день рождения. Что, что, блядь? Став рекламить любой скам, там, казино, букмекерки, кри... Да, а когда это делают другие стримеры, им можно, да, каждый с ними дружит, общается, обнимается, целуется, чуть ли не яйц им лижет. Ну, приведи пример. Что если пример, ты у братишки на день рождения был на день рождения? Был. Касаемо яиц и вот этого всего, это отсылка к тому, что у вас же был разгон по поводу того, что там вы чуть ли там не заставляли яйца целовать друг другу, ну, типа, чтобы в скват, в шпану попасть, на то ли понюхать яйца друг у друга, то ли поцеловать в письку друг друга, что-то такое было, помните? Вот на это отсылка здесь была. Вот, то, что типа каша постоянно тянулся к писюнам. Ага, есть такая хуйня, короче, у них какая-то нездоровая. Вот, а что братишки рекламируют? Ну, букмекерку рекламируют ставки на спорт. Вот. Вот, когда приходят к ним, например, на день рождения. Братишкин? Ну, чтобы ты понимал, первое, о чем мы заговорили с ним в жизни, еще на день рождения Драйка, это как раз таки, блядь, про рекламу его. Ну и что? Я сказал ему напрямую, что так-то так-то, это некрасиво. Ну, окей, в куальном смысле. Молодец, что я могу сказать? Молодец. Это другое, это же слоны, слонам можно рекламировать всякую хуйню. Просто, понимаешь, братишки, ну, ты это лично сказал на дне рождения. Мы же, блядь, этого не слышали. Я просто не вижу, эти бублично попиздеть. Вот. А другим стримерам вы лично это говорите. Своим друзьям ты лично говоришь и предъявляешь им за это. Как по твоим словам. Ты же сейчас сам сказал, да? Ну, я своим друзьям тоже это говорю, своим стримерам, другим тоже. Лично, блядь. Но на публику-то ты их не трогаешь почему-то, да? Ты же, блядь, братишкину на публику тоже ничего не предъявляешь. А как мне предъявить, так обязательно на аудиторию, чтобы все услышали, блядь. А как братишкину и другим? Ой, так это приличная встреча, чтобы другие не слышали. Вот и все. А мы должны тебе на слово сейчас поверить, да? Я могу общаться с людьми спокойно, даже если они мне в чем-то не нравятся. Я не найду идеального человека, который мне подходит по всему. Нет. И с тобой так же, Хесус, я могу нормально пообщаться, там, посидеть и поговорить. Это ты почему-то... Не знаю, я считаю, что... Что? Если тебе человек какой-то не нравится, ты вообще его игноришь, ты ему не ответишь. Да, типа, нет, подожди, стоп. Если мне кто-то не нравится, если этот кто-то, опять же, да, если этот кто-то сам на меня пиздит в мою сторону, меня пытается в чем-то обвинить, в какой-то ерунде, да, буквально врет обо мне, конечно, я не буду с ним общаться. Что за бред? Где тут логика? Ну, это нормально. Я считаю, что, типа, как можно общаться нормально с человеком, пока вы не решите свой конфликт? Как это, как это должно выглядеть? Как? Как ты будешь с ним общаться, смотреть ему в глаза? Ты сначала решаешь вопрос с этим человеком, и если вы решили вопрос, решили конфликт, окей. Но когда вы друг на друга пиздите, когда у вас конфликт, когда ты на меня гонишь какую-то хуйню, почему я должен к тебе относиться нормально, приходить к тебе на стрим, общаться, делать вид, что все хорошо? Если не все хорошо, блядь. отвечаешь не на что, например, жмель, тебе не нравится почему-то, и ты не выходишь с ним на дебаты, хотя, хотя, каждый месяц, обещаешь. Ну, вот хет, вот давай, не надо тут про жмеля, блядь, алё, ты, тоже слился, и не пошел на стрим к СПБ, что ты, блядь, к СПБ-то не пошел стримить, с ним постримить, а? Просто скажешь, что-то разгорает, о, ты обосрался, засал жмеля, не пошел, а что ты засал СПБ, и не пошел, надо, конечно же, постоянно палкой потыкать в него, вот, крипто, кошельки, что, блядь, я, я про мусоро не говорил, что он мудак, я про других не говорил, стримеров, которые рекламят к Азе, потому что они мудаки, я хотел бы выразить, я говорил, блядь, конечно, тысячу раз, просто ты смотришь клипы, только про себя, что странно, криптомани, ну, блядь, не знаю, скиньте мне клипы, где, каша публично, там, не знаю, каких-то других стримеров за это осуждал, ну, кроме Никоглая, Никоглай, кто, блядь, только не осуждал за всю его хуйню, и крипто кошельки, а че он, просто лишь бы накинуть, а вот опять, да, донатер, вот тебе пример, челы буквально вкидывают, нет, надеждин, помнишь, за что Никоглая, очень кто-либо, надеждин, да, вот я тоже не понимаю, крипто кошельки, тут он даже не ответил ничего, скам, за какую рекламу, ооо, вот это да, надеждин не скам, он же сейчас президент России, да, он себе деньги на выборы въебал, да, на предвыборную компанию, как ты заебался, тебе деньгами уже, ну покажи мне, где там надеждин деньги, которые были собраны из донатов, были потрачены на дом, ну ёп твою мать, ну можно че угодно говорить, вот каши, шо у тебя за привычка, блядь, накидывать говна постоянно, в сторону кого-то, без подтверждений фактов, баню, а, нет, ну, вот это, телеграмка, вот это вот, а, что? Ну, Никоглая мы кикнули за рекламу, скамы в телеграме, вот этого типа помнишь, который давал тебе свои прогнозы? Да, да, что за тип? Ухес она стояла, спокойно, да, вот про что я и говорил, по его логике, если люди собрали бабки, он обязан стать президентом, ладно, а ты доебался, каких криптоинвесторов? В то время, когда мы кикнули Никоглая, нам, короче, написал один челик, и предложил очень много денег, за баннеры у всех, вот взялся за это только Никоглая, именно поэтому мы его и кикнули из клада, там полное наебалово было, типа, ребята, срочно закупайте эту крипту, покупайте мне криптоанализ, вот, у меня есть телеграм-канал платный, там, где я рассказываю, как можно обогатеть, но полная хуйня для долбоёбов, и Хеса за неё взялся. Покажи, блядь, что это за реклама такая, я не помню, что я по эту хуйню рекламировал, у меня стояла, прогнозы, который прогнозы какие-то дает, кто это? Одиссей? но он прогнозы не давал, я же в его ТГ заходил, я даже до сих пор на него подписан, какие, блядь, прогнозы вообще, такую хуйню рекламировал, Надежда? Ладно, 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 не рекламировал, охуенно. Не, я не знаю, может, у этого Одиссея что-то было в ТГ подобное, я просто этого не видел, о чём сейчас речь идёт, кто за прогнозы? Чё за прогнозы, реально? Поподробнее, ну реально поподробнее. Блядь, ты сам не помнишь, не знаешь, что ты рекламишь? Я знаю, я не понимаю, я никакие прогнозы не рекламировал. Рекламировал чувака, который делал свои прогнозы в крипто и инвестиции. Криптолог? Что за? Кто? Да, какой из уже запутался? Гримас МБ? Так у них какие прогнозы не делают, при чём тут гримас Эдиссей? Там вообще не об этом. Там вообще, типа, у монеты, у него своя монета, какие прогнозы? ПРГК шпаны, пруфы. Что за бред? Сейчас посмотрим, окей. Самая главная проблема здесь заключается в том, что они вообще не понимают, что и как работает. Какие прогнозы? Это совместный, ну типа, да. Не было никаких прогнозов на канале. Какой он вообще? Конечно, он готов всё рекламировать. Типа, ну, красавчики, ложились. Так что, он швардан по итогу своих подписчиков? Чё-то пытается их там, типа, знаешь, переубедить, чё-то помочь, там, чё-то, да ладно, это тоже всё рофл? Вот вы мне скажите, чё-то пать там, чё-то. Бля, хес устроит из себя дурачка, нахуй подменяют понятия. Буквально говорят, что, бля, ну я там послушал, что мне Лагода сказал, и вот это я начал себя на стриме, блядь, разгонять. Охуеть. Ага. Да, да, в смысле ты мне говоришь, нахуй, о том, что я рекламировал наебалово, а вот другие, а вот другие, а посмотри на других. Где я сказал, что другие, где я это говорил-то, блядь? Ты буквально сейчас смотришь реакцию, где я этого вообще не говорил. Ты чё, дурак, блядь? Опять чё-то выдумал. А вот есть чекотила, я не хуже. Лагода ж потом проверк. Вот именно, но, как я понимаю, Лагода после этого, как он уже проверк у себя на стриме, как я с ним поговорил, всё равно продолжает уже приличные встречи людям разгонять, что я кого-то тут наёбываю. Вот это мне, больше вот это непонятно, блядь. Я даже не знаю, типа, чё за хуйня. Значит, я хороший человек. Причём сидят, всё обсасывают, обсуждают меня. Мне предъявляют, что я тут реагирую на каких-то там стримеров, эти сидят, собрались там в какой-то комнатке и сидят, обсасывают, обсасывают, накидывают, выдумывают, придумывают. Тебе же это нравится, ты сам смотришь каждый клип о себе, в чём проблема? Ты сам это смотришь. А ты мне предлагаешь не делать этого? Не смотреть, что люди в мою сторону вкидывают? Мне это нравится. Вы же это делаете не потому, что мне это нравится. Вы это делаете, потому что я вам не нравлюсь и вам хочется меня как-то зацепить. Причём тут это вообще. Блять, пиздец. Где я говорил, что мне это нравится? Мне это нихуя не нравится. Я был бы очень рад, если бы вы все ебалу свои позакрывали и просто перестали про меня что-то говорить. Вот это было бы охуенно, кстати. Намного лучше. Ничего не накидывали, просто Мафаня позвал на подкаст, у него была одна из тем, вот этих популярных. Я понимаю, тебе неприятно. Да что, типа обсуждать больше нечего? Ну, вот была одна. Так мне неприятно или всё-таки мне нравится? Каша, ты сам себе противоречишь в одном предложении. Ты только что сказал, что мне нравится? Теперь говорит, я понимаю, тебе неприятно. И с тем, что ты наебал подписчиков в очередной раз. Просто сделал это очень нагло. Так и не доказал в итоге, где я кого наебал, но бывает. А теперь я скажу, как на этом заработать. Теперь ты уже утверждаешь, что я наебал, да? То есть ты уверен. Ладно, короче. Потом ещё кашу у себя на стрим, потом сидит, плачет. Ой, чувак, ес, обиделся. Что-то он мои сообщения не читает и приходит на стримы. Покажи, блять, покажи. Что покажи? Что, блять? Где я жалился, что Кесо не приходит ко мне на стримы и не отвечает мне в ЛС? Не про это, не то, что мне отвечает в ЛС. Ты как-то на каком-то из стримов, по-моему, ну не по-моему, а точно говорил, что я там что-то обиделся, блять, шуток не понимаю, якобы, и вот этого всего. Ну, во-первых, кстати, он... Ну, а хотя это всё не шутки-то по итогу. В ЛС, когда это ему выгодно, когда я пишу, там, привет, я ему отвечал в ЛС уже неоднократно, он меня неоднократно просто звал на свои передачи, я ему отвечал, что нет, я не пойду и так далее. Но я же рофлю, какие деньги, подожди. Сейчас даже личку открою. Что-то я не помню, что мне Каша деньги давал. Где деньги? Вот, 16 марта Каша мне писал, привет, не хочешь ко мне на шоу залететь в воскресенье? Я ему говорю, привет, на какое? Ну, там он мне в итоге объясняет, что за шоу, я у него спрашиваю, а во сколько? Ну, я ему буквально здесь ответил по поводу шоу. Опять он меня звал. Что за бред, блядь? Потом мне в прошлом году еще писал, что там какой-то чел мне хочет скинуть 150к, блядь, какой чел? Я так и не понял, я уже не помню, что это было, но это было давно. То есть тогда у нас с ним еще не было какого-то жесткого конфликта. Типа, Каша сейчас приводит в пример, что было, блядь, в прошлом году. И сравнивает зачем-то это с тем, что сейчас происходит. Говорит Каша. Как ты заебал с памицами, пруфами, долбоеб, я понял. Потом еще Каша у себя на стрим, потом сидит, плачет. Ой, че, я хеос, обиделся? Че-то он мои сообщения не читает, не приходит на стримы. Странно, я же ровлю. Но это полную хуйня и пиздеж. Во-первых, ты читаешь мои сообщения? Не-не, это было-было, ты как-то я помню на каком-то стримов говорил, что я че, типа обиделся, что ли? Убедились в этом. Ты говорил про то, что там че-то я обиделся. Было такое. Ну а, блядь, полная хуйня, вертится как уж, нахуй я. Да это ты вертишься как уж, блядь, вот что мы сейчас тут увидели все эти 16 минут. Как раз таки ты этим и занимаешься, господи. Не надо опять перекручивать и меня выставлять подобным образом, блядь. Алло, нахуй. Да и не рекламировал ну наебалово казино, это так, ну полная хуйня, а вот у него есть, ну вот похуже. Это вообще не про казино речь была, тут была речь про монету, и что у кого-то там казино, я про это тоже не говорил, потому что я не рекламировал казино, я это тоже не говорил, ты че дурак, блядь, что ли? Зачем ты сюда вообще казино притянул-то, когда речь про монету идет? Тут не было речи про казино даже, блядь, сука. Друзья, они там вообще рекламировали тоже казино, да блядь, Ну не скажем я своих подписчиков Это фейк полный криптоинвесторов Я не рекламировал Ну этого не может быть Покажи что за криптоинвесторы Одиссея, а где там наебалово Говорит ты кручишься как уши И через 5 секунд притягивает к монете казино Ну вот я про это и говорю Опять же попытка притянуть что-то Чтобы меня выставить плохим 70 раз за ролик стопнул Ну блять мне ж надо было отвечать Но я достаточно быстро отреагировал Извинитесь Они кикнули Колю за то что он запустил конкурс с Одиссеем На ТГ премке Для участия в конкурсе нужно подписаться на 2 канала И через 15 минут после начала Одиссея сделал пост со скам рекламой По мнению Каши И после Никоглай кикнули Ага вот это шо Одиссея сделал пост со скам рекламой У себя в ТГ Который рекламировал Никоглай и я соответственно Ну и че где тут пруф это А где пруф это блять Так у них какие прогнозы от Из У От Где пруф Где блять Пуф это я не вижу Дают Не понимаю Последние минуты писали Ща Я так уху не рекламировал Надежда? Ладно 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 не рекламировал Охуенно Что за прогнозы? Ну и где? Поподробнее Блядь ты сам не помнишь Не знаешь что ты рекламишь? Бестченж? Я не понимаю Я никакие прогнозы не рекламировал? Ты рекламировал чувака Который делал свои прогнозы в крипто И инвестициях Покажи уже Криптолог какой-то? Кто? Да Да Какой из уже запутался? Гримас МБ? Так он никакие прогнозы не делает Причем тут гримас и диссей Там вообще не об этом Там вообще типа у монеты У него своя монета Какие прогнозы? Так 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 Удиссей Гримас Пересыл на от На ночь в лонг SL 0.19 Таргет на вылет Че? Так же можно попробовать влететь в док В док с коротким стопом В доги коин блять? Доги коин это скам? Охуеть Какие прогнозы? А это что такое? Че это такое блять? Я не понимаю Че на скрине? Ебалая на масках Тут речь о прогнозах Так я думал там типа прогнозы На какую-то скам монету блять А тут на доги коин Так А это что? Вспомни старый добрый Лудоманский Во втором канале Сегодня торгуем Скальпим Четыре месяца не открывал набор Но Коль скоро есть Спрос на Вьёб Депа Есть соответствующее предложение Кто хотел Семьсот долларов в месяц Так Шо? А в группу Когда будет набор Я заебался Деп проёбывать Самая главная проблема Потому что конкретно Доги скам Доги коин скам? Блять Да у вас нахуй всё Скам походу Это пиздец Охуеть Не ну окей Может быть этого гримаса И было что-то такое Но я этого не видел Тут ещё Скам курс Но блять Доги коин Это не скам Может типа Сами прогнозы Скам Подожди Нахуя Челу Советовать Купить Доги коин Он же не владелец Этой монеты Даже Типа Это же Илон Маск Всё там Заведует этим Я чё-то не понял Блять Ну так Признаюсь Что ты был неправ Ну может Окей Рекламировать этот канал Не стоило мне Просто на тот момент Когда я его рекламировал Этой всей хуйни Не было на этом канале Он нам просто Про свою монету Рассказывал И всё Ну типа Это губные советы Слить бабла Но монеты То не скам То же там Советы он какие-то Раздавал Ну окей Ладно Возможно И правда раздавал Ебать чёл У себя на канале Выставляет свои сделки А боже мой скам Идите нахуй Это трейдинг Ебнв И чёл Выставляет сделку Свою на фьючерсах Так а да Типа В чём проблема Просто я не понял Там скриншот показывают Чё не так со скриншотом Там даже ссылок нет Ты рекламил Одиссея в декабре 23 А это скрины С постов С марта Апреля 24 Лол Не ну Так или иначе Люди могли подписаться На этот канал Да В 23 А потом в 24 Получить эти посты Вот Но Разве он пишет Влетай Заработайте Вроде нет Ну он говорит Попробовать Влететь можно С коротким стопом Тут какие-то слова Которых я не особо Разбираюсь Вот Потом Какой-то у него Видимо Приватка у него Какая-то была Да У этого Одиссея Приватка Где он что-то делал Но опять же Да Нам не показывают Скриншоты Из приватки И что там в приватке Происходило А хуй его знает Вот этот скриншот Чё там внизу написано Подожди Сделочки Сами найдёте Но шип Идёт Плюс-минус сюда Те кто не трогал Его здесь Вполне может поискать Вход возле текущих Так он блять Просто анализирует Вообще как монеты Там существуют И живут Господи блять Это даже Не его монеты Это известный Мем коины Блять Доги коин Шибы Вот этот вот Шиб коин И так далее Где тут нахуй скам Типа я чё-то Нихуя не понимаю Там сидят криптоны Блять Подписаны на его канал Блять Какие ебанушки Это просто пиздец Люди походу Даже не в курсе Что такое трейдинг И так далее Как рынок работает И прочее Что нахуй это скам Да ты иди нахуй отсюда Ребенок блять Разбери сначала Что это такое Клоуны блять Ебаны Пиздец блять У них всё скам Это вообще пиздец Люди наверное Которые там на Уолл Стрит Работают тоже скамеры Да Не ну окей Признать то что Одиссей мог там Что-то какие-то Скамные схемы Где-то у себя В приватке делать Возможно да Спорить я с этим Ну не буду Но вот эти скриншоты Это ж полная хуйня Какая-то Реально Какой тут скам За приватку Одиссей Я хуй знаю Это я не знаю Я там не был Я не видел эту приватку Как и они видимо Тоже её не видели Потому что Криншот с приватки Они не скинули Не показали Спекулянты не равно Скамеры Да где тут спекуляция Это господи Это блять Анализ рынка блять И совет От того Стоит ли Или не стоит Заходить на какую-то монету Пиздец блять Короче Понятненько Очень интересненько Получилось Вот Я вахую С этих ребят Ты не отвечаешь За его приватку Ты прорекламил Его основной канал Ну блять Знаете Можно чего угодно Притянуть То есть так или иначе Да Я не знал Что он будет у себя На основном канале Потом рекламировать Или какие посты делать Когда я делал рекламу Его канала Всего этого не было У него на канале То что он там В следующем году Блять Начал делать Спустя полгода Ну сорян Охуеть Ну что я теперь Как мне в будущее Надо смотреть Каким-то образом Бляхес Если тебя в любом случае Считают скамером Надо было реально Заскамить по типу Не закрывать Присеял на крипту Пару дней Набрать лямов 10 долларов И съебаться нахуй С медиапространства Чел Можно было Знаешь Много чего сделать Не вернуть тебе 2,7 миллиона доллара Просто вот не вернуть Это скам Например Мы обещали Хардкапу На монете 500 тысяч А мы могли Как сделать Забрать все эти 2,7 миллиона И сказать Ребята Мы расширяем Хардкапу До 2,7 миллионов долларов Мы дали Возможность Всем Зайти в нашу монету По сути Это можно было бы Назвать скамом Мы наебали Мы сначала Одно сказали Потом сделали Другое Забрать 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 эти 2,7 миллиона И Ох Блять Ну мы честно Вернули людям Деньги Блять А в чем скам Монету дал Ну скам Тут был бы в том Что мы сначала Как бы Одно сказали Да Сделать А по итогу Как бы сделали По другому Не очень это было бы Понимаете Вот А мы наоборот Все честно Стараемся делать А эти Блять Сидят Пиздят 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 Я в шоке